Субтитры создавал DimaTorzok Пока я не встретил ее, я даже и не мог подумать, что такое любовь. Мне нужен был сайт. Через своего знакомого я нашла его телефон, договорилась с ним встретиться. Ее сайт был одним из тех, от которых я отказываюсь сразу. Они просто мне невыгодны. Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что этот сайт я буду делать точно. И не важно, за деньги или без них. До первой встречи мне было понятно, что ему мой сайт вообще глубоко не интересен. В принципе, как и я сама. Ну, в принципе-то я и не пыталась ему понравиться. У меня была задача быстро дать ему ТЗ, ну и бежать дальше по своим делам. А я встречался, увидел девушку, которую я видел на фотографии, но в то же время каким-то непостижим образом отмазаться от этого сайта. Никакой любовной подоплеки в этой встрече не было. Слово «зазвало» я, наверное, на первой встрече и влюбился. Когда мы расстались, я уже знал, что должен увидеть ее снова. Похоже, я попал. Если я хочу общаться с этой девушкой, мне придется бесплатно делать этот сайт. Тут работа закипела. Мне так нравилось, что он так ответственно подошел к проекту. По любой мелочи устраивал встречи. И мы встречались еще много-много раз по сайту, хотя на самом деле все это было... Все причины этих встреч, они были из пальца высосаны. Все вопросы на самом деле я мог решить и сам. Если первые 20 минут мы обсуждали рабочие моменты, то последующие три часа мы отдавались задушевным беседам о политике, о мире. Ну, то есть, два-три часа мы общались просто ни о чем. Не проходило, не было той встречи, которая не заканчивалась бы в 4 утра. Первое время башню снесло так далеко, что невозможно было не спать. Причем он тоже не спал. Он мне звонил в 9 часов утра, суббота. Спишь? Нет. Невозможно было спать. У меня, например, сердце, я думала, сейчас выпрыгнуть на подушку, и я умру. Погибли просто. Он прислал мне смс. Ты смотрела Мулен Руш? Я им написала нет. Срочно смотри. Я ей предложил посмотреть красивейший фильм о любви. Один из моих любимых. В общем, он позвал к себе домой. Смотреть фильм. Фильм о любви. Мулен Руш. Так как он о любви, соответственно, я предполагала где-то в своей голове, что будет встреча в стиле романтик. Естественно, я понимала, что мы будем тет-а-тет, уже никаких кафе, общественных мест и так далее. Мы будем наедине. И где-то я, конечно, переживала о том, как будет происходить эта наша первая встреча. Я очень хотел, чтобы в этот день было все идеально. Но, как назло, в этот день меня просто разрывало. Дел, успел купить пару бокалов, быстро забрал проектор. Я бежал до дома весь в мыле, ловил бесконечно машины. Отбегал пол Москвы, чтобы найти то вино, которое мне нравится, которое я считал хорошим. И все страхи, в принципе, развеялись буквально через час совместного просмотра, если это можно назвать просмотром. Само собой чудо, что к той встрече я успел практически все. И, на мой взгляд, все получилось очень даже неплохо. Встреча прошла очень мило. Мы его толком не смотрели. Мы, как всегда, были увлечены друг другом, какой-то музыкой, разговорами. Я подумаю, я... Ой-ой-ой, я еще не знаю. Вот он вроде бы... Нет, нет ни капли сомнений. Как-то у некоторых девушек... Вот это чувство бесстрашия. В общем, я ничего не боюсь. Так рассказываешь, как будто это, не знаю, полгода происходило. Это все было за месяц. И решение жениться, и жить вместе, и там, не знаю, ну, рамка полутора месяцев. Все очень быстро и настолько родственно. Для меня сейчас роднее этого человека нет никого вообще, ну, не считая родителей. Хотя мы знакомы, еще пяти месяцев нет как незнакомых. Но он для меня родной, и все, что с ним связано. На это я. Нам нравятся одни и те же вещи. Мы готовы идти на одни и те же компромиссы. У нас не возникает страшных ссор. У нас там не любовь. У нас какая-то, блин... Я не могу сказать, что у нас любовь. Как катастрофа. Понятно, тяга какая-то, необъяснимая тяга к человеку. Сколько мне лет, я никогда никому подобного не испытывала. Причем это бесконтрольное состояние. Даже где-то ты себя пытаешься сказать, нет, Оль. А нет, получается, все равно вдневно встречаешься. Это как-то так, что хоп, и жить без друга. И даже вроде мне, когда говорят, ты счастлива, я говорю, ну как, я как будто бы вернулась в то состояние, в котором должна находиться в некой гармонии. До этого не было жизни, а вот сейчас жизнь появилась. Просто вот и все. Да. То есть вот такое вот ощущение. То есть это не сказать, что любовь-то что-то большее такое, большее, покруче, повеселее. Вот так.